Так, всем привет! Сегодня у нас выходной день и мы с супругом заехали в супермаркет. Сейчас покажу, что мы купили. Этот супермаркет находится чуть подальше от нашего дома. Вот, покупали мы там одежду и зашли в продуктовый магазин. Зашли купить такие небольшие перекусы. Мы как-то последнее время подсели на сыры, едим их с хлебцем, с хлебушком, просто так нарезкой. Поэтому давайте покажу, что мы выбрали. Так, начну отсюда. Первый сыр. Сыробогатов, пашихонский. 478 рублей за килограмм. Очень люблю я пашихонский сыр. Нравится мне его вкус. То, что мягкий, кисловатый такой вот сыр, это вот мой вкус сыра, так скажем. Не так давно покупала сырки глазированные, как-то мне очень так понравилось. Поэтому взяла вот простоквашеные два сырка, один с ванилью, другой со сгущенкой. Также взяла два йогурта себе. Вообще я не любитель йогуртов, но почему-то вот как-то последнее время мне хочется покупать и хочется кушать именно йогурты. Взяла я лесные ягоды с соком лесных ягод. Чек, сколько стоит йогурта у нас, я потом покажу. Вот, два йогурта взяла. Так, жирность, по-моему, 1,2. Да. Да, 1,2% жирности. Так, давайте дальше по сырам. Значит, супругу выбрал вот такой вот сыр. Донар, сулугуни. Очень вкусный этот сыр на хлеб и с помидоркой. В общем, 108 рублей, 400 рублей за килограмм. Я считаю, что это очень даже недорого. Так, дальше. Также фирма Донар. Адыгейский сыр, мягкий. Адыгейский сыр любит мой супруг. Я вообще не любитель адыгейских сыров. Но так иногда в охотку, в принципе, люблю. Здесь 327 рублей за килограмм. Купили на 151 рубль. Значит, дальше. Вот такой вот интересный сырок. Тоже выбрал супруг. Сейчас покажу. Так, это бобровский сыр с грецкими орехами. Вот видите, тут прям вкрапление таких грецких орешков. Значит, цену потом тоже покажу в чеке. Так, дальше. Вот такой вот сыр. С маринованными огурчиками. Это нежный творожный сыр из отборного молока. Мы как-то покупали. Его, кстати, очень вкусно намазывать на крекер. С кофейком, с чайком тоже очень-очень вкусно. Так, крем Бонжур. Так, это у нас с творогом и кусочками зелени. Тоже очень вкусный сыр. Мы покупали, причем многие варианты покупали такого сыра. Так, дальше. Это плавыч. Творожный крем сливочный. Здесь 250 грамм. Тоже вот такая вот баночка. Этот, по-моему, мы не покупали. Так, сделано на Алтае. Да, по-моему, такой мы не покупали. Так, это тоже мягкий творожный сыр. Нежный творожный сыр из отборного молока. Это с креветками. Аппетитные креветки. Такая вот красивая баночка. Цвета такие очень красивые. Так, дальше. Сыр Ларец. Золотой. Со вкусом топленого молока. Так, это у нас получается... Так, со вкусом топленого молока. Фасована массовая доля в сухом мечте 50%. Ну, тоже такой мы не покупали. Я так понимаю, что он с шаром продается. Так. Дальше. Это тоже взяла я. Это сыр богатов. Сыр голландский. Честный сыроварня. Тороплю заговариваюсь. Вот. Хочется уже быстрее попробовать всю эту вкусняшку. Здесь 200 грамм. На этот сыр, по-моему, была акция. Поэтому я его взяла. Так, ну это вот, в принципе, все из сыров. Дальше я купила вот такую вот творожную массу. Очень-очень вкусная творожная масса. Очень хороший у нее состав. Значит, состав творог, сливки, сахар, курага, ванилин. Вообще, просто нежнейшая. Я не знаю, можно целый день кушать эту творожную массу, и она не надоест. Купила вот такую вот сметанку. Она была по акции. Так, сейчас закончу с молочным. Значит, купила кефир ребенку, молоко ребенку. Два бутылька взяла с уксусной кислотой. Сейчас я почти каждый день делаю салаты из капусты. У меня есть очень-очень вкусный рецепт. Такой маринованной капусты. Делаешь прям такую кастрюльку, и, мне кажется, она за день, за полтора просто в нашей семье уходит. Так, взяли вот такую вот водичку. Это из синтуки. Взяла я две консервы. Консервы рыбные, скумбрия. Так, отталантическое с добавлением масла. 250 грамм. И взяла фасоль Хайнс. Очень мне нравятся консервы овощные фирмы Хайнс. Так, взяла кетчуп Хайнс. Он тоже был по хорошей цене, что-то 42 с копеечками. Вот. И взяла кетчуп Леча. Это так, знаете, для каких-нибудь поджарочек, зажарочек вместо томатной пасты. Взяла муку. Так, взяла сосиски детские. Очень мне они нравятся. Прямо в последнее время едим только их. Знаете, в меру соленые, не пряные. То есть, здесь вот 5 штучек вкусные. Так, дальше я взяла вот такое вот печенье. Оно такое легкое, воздушное, весовое. Значит, печенье Хрустящие Шарики. 135 рублей за килограмм. Здесь всего на 28 рублей. И взяла тоже вот такие вот объемные фигурки. Ну, мне нравится это печенье. Ну, знаете, сверху такой сладенькой глазурью покрыто. 158 рублей за килограмм. Ну, тоже с чаем, чтобы не сильно приторно, не сильно сладко. И взяла вот такое вот овсяное печенье. Это нашего хлебокомбината печенье овсяное с шоколадной крошкой. Вот. Раньше я у них видела с изюмом, с кокосом. А здесь вот увидела с шоколадной крошкой, решила попробовать. Дальше сыночку взяла хлеб. Ну, этот вот хлеб уже идет подороже. Значит, это тоже наше хлебоперкарни. Это хлеб ржаной с семенами тыквы. Бездрожжевой. Ну, это вот такой небольшой кусочек. Он, мне кажется, не дешево стоит. Не помню цены. На цену не смотрела. Вот. И еще взяла вот такую маленькую баночку горчицы. В последнее время все время покупаем этот холодец. Вот. И мне нравится холодец с горчицей или с хреном. Также при выходе продавались фрукты и овощи. Взяли два таких вот пучка редиса по 55 рублей. Пучок. Взяла я на пробу 4 штучки шоколадной хурмы. А вот ее цену я не помню, не смотрела. И взяла пучок укропа. Вот. Тоже к салатику. Так. Сейчас покажу вам чек. Пакет 3 рубля. А, ну вот еще супруг карамель леденцова покупал. Ну, сейчас быстренько пробегусь. Ну, вот. Такие вот покупки. Так, сегодня покажу вам небольшие наши продуктовые покупки. Купили мы вот такой вот торт. Завтра к нам должны прийти в гости. Так, торт называется Любимый. Фабрика Славянка. Так, сейчас покажу, какие коржи. Шоколадный маковый бисквит с шоколадным кремом. Первый раз берем такой тортик. Стоит он около 200 рублей. По-моему, чуть побольше. Вот. Ну, думаю, что вкусно. По крайней мере, он свежий. Также взяли немножко колбасы. Вот такой вот сорвала от классический. Тоже сделаю нарезку. Так, купили молоко. Молоко я вам уже показала. Покупаем вот сейчас такое 3,2 пожирнее. Так, купили хлеб нарезной. Это для себя. И взяли немножко булочек. Так, здесь 3 штучки. Это плюшки с маком. Тоже вам неоднократно их показывала. Я их как бы предлагаю ребенку. Вот. Ему они очень нравятся. Поэтому такие вот небольшие покупки. Еще купили землю для цветов. Хочу дома присадить цветочки. Ну, ее уж показывать не буду в продуктовых покупках. Поэтому самое главное здесь вот такой вот тортик. Так, сегодня мы с супругом сходили в магазин. Купили немного продуктов для выходных. Давайте покажу, что мы выбрали. Купила я вот такой вот батончик колбасы. Это колбаса мясокомбинат Курганский. Решила я сделать салат Оливье. Как-то уже стало холодно. И хочется чего-то более калорийного. Вот. Ну, решили в празднике немножко отойти от диетической кухни. Так, она была по акции. 117 рублей за такой батончик. Дальше купила я вот такую вот штучку. Покупаю первый раз. Это бандюэль. Зеленый горошек с морковью в кубиках. То есть сварю только картошку, яйца, получается. Остальное все у меня будет готовое. Купили два свежих огурца. Покупали мы все продукты в магазине Магнит. Вот. В Магните огурцы вот так вот зафасованы. Так, дальше купили вот такой вот сыр. Это купил супруг себе. Он любит адыгейские сыры. Я вообще не очень люблю адыгейский сыр. Вот, фреш сыр. Так, дальше взяла на пробу сыночку вот такой вот батончик. Медвежонок Барни. Значит, хочу попробовать, будет он кушать такое или нет. Потому что баранки сушки он уже ест прекрасно. Дальше купила вот такую вот заправку для капусты. Мы очень усердно едим капусту. Поэтому решила немножко разнообразить меню и сделать вот такую вот корейскую капусту. Я как-то давно делала. По-моему, мне понравилось. Так, купили сметану. Купили соевый соус. Сен-Сой. Так, дальше в обзоре у Еленки 74 видела вот такое вот печенье любятого. Лимон и мят. Она сказала, что очень вкусное печенье. Я, в принципе, люблю все такое вот мятное, лимонное. Поэтому взяла. Так, купили бананы. Ну, не буду их показывать. Так, купили вот такие вот яблочки. Прям так свежие раскладывали на прилавок. Поэтому взяла. Так, дальше купила. Хочу вам показать. По-моему, это новинка в магните. Вот такие вот конфетки. Я уже их активно поела. Очень вкусные. Покажу вам просто, порекомендую. Называется от Лами. Раньше я не видела у них. Ломтишку только видела вот такой вот фирмы. А сейчас появился вот такой вот новенький батончик. Очень вкусный. Вот прям вообще великолепный. Не знаю, сколько он стоит. В разрезе он выглядит вот таким вот образом. Вот. Очень-очень вкусный. Такой необычный. Потому что как-то все остальные конфеты уже приелись. Так, дальше купили. Вот такую вот скумбрию. Такая вот она большая, нарезная. Тоже купили. Так, на перекус. Фирма Меридиан. Купила я для себя морская капуста. Это салат витамины. Очень мне нравится. Стоит он всего 28 рублей. Но знаете, такой очень-очень вкусный. Есть еще по-корейски тоже такой неплохой салатик. Но мне как-то витамины больше нравятся. Взяли на пробу вот такой вот холодец домашний. Он у нас получается тоже курганский. Морозовый на бульоне. Так, состав бульон, мясо свинины, отварное мясо говядины, шкурка свиная, желатин, чеснок, соль. Ну, в общем, в принципе, неплохой тоже состав. Не знаю. Конечно, внешне он выглядит чуть хуже, чем холодец, который мы покупаем обычно. Но тот уже просто надоел. Поэтому решили немножко разнообразить. К холодцу купили вот такой вот хрен ядрёный. Такой вот баночки. Так. Взяла я там одну пасту помидорка маленькую. На всякий случай пусть будет. Так. Взяли такую вот горчицу старорусскую. Вот тоже в такой вот баночке. Так. Дальше супруг купил два таких вот контейнера маленьких. Я думаю, что в магазине магнит их все видели. Очень удобные такие вот. Как бы мы часто меняем. Так. И из непродуктового ещё я взяла вот такие вот салфетки. Не успели мы зайти в магазин FixPrice. Поэтому взяли здесь 63 штучки. Стоили они 59 рублей. То есть, в принципе, на 8 рублей дороже, чем в магазине FixPrice. Так. Ну вот, в принципе, это всё. Ещё взяли немножко лимонада, газировки. Но это стоит в холодильнике, охлаждается. Поэтому показывать не буду. А так, в принципе, это все покупки, которые мы совершили на выходные дни. Вот. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok